Продолжение следует... 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 Это, надо будет полагать, третья серия. Ну, она, я думаю, будет короткая, потому что очень быстро теперь темнеет. Карта рассчитана на 5 часов движения, но в 5 часов я дать не поеду. Потому что будет темно совсем. А на такой дороге встречный автор слипит настолько, что встречный транспорт следит. Поэтому предпочитаю в такое время стоять на привале на одном ночевке. Я уже говорил в предыдущих сериях, что очень много праворольных патомобилей. У них свое спецедриколождение к этому постоянному движению. Плотно дороги сухое. Нету таких стекотной грязной пыли в лобовое спекло. Поэтому дворниками практически не пользуюсь. Красоту окружающей природы можете сами оценить. Я обещал 7-й вариант дальнего перегона. А дальнего не получилось. Средний такой перегончик. Так что можете сами оценить ситуацию на дороге. Инфраструктура развивается, скажем так. Не забывать наливать топливо в бак. Потому что на некоторых участках, я вот обратил внимание, порядка 100 километров нет заправа. Солнце сегодня было щадящее. Сначала минус светило, потом слева в лицо, и немножко совсем сгонило. Продолжение следует... Возможно, где-то стоит гаишник. Контроль за дорогой. Вот особенно в первой серии довольно эффективной. Много машин на трассе. Гаишник. Вот, по-моему, еще стоит гаишник. Не знаю. Недалека не видно. А, нет, даже не машина моя. А двойник с машиной смотрел. Радар-детектор отслеживает ситуацию и воспринимает излучение всевозможных приборов контроля до 5 километров. Расстояние вполне приличное, чтобы сориентироваться. Ну, вот, навигатор говорит, что скорость 60 километров, кажется. Ну, идем со скоростью 90. Ну, ведь 90 было я, честно говоря, не разглядел. Знаков ограничения скорости на дороге нет. По крайней мере, давно не встречал. Вот, участок дороги... ...малоинтенсивный. Движение не очень сильное. Есть опасность, как мне кажется. Это дикие животные на дороге. Поэтому сейчас постараюсь стогнать большую машинку. Больше груз. За нее уцепиться. И потихоньку ехали. Так, скорость разрешенная 90 километров. До 90. Ну, мы идем... Баскетонетр показывает стул. И навигатор показывает 94. Делка меж. Так, ну, большую машину догоняю, но... Смысл она... Ну, постараюсь сгонять свою ехать. Все-таки опасность появления диких животных на трассе довольно-таки высокая. Особенно, наверное, в ночное время. Но, все-таки, смотрите под ругают... В н Home вино стоит. Да, я бы еще знал. С马ина. Ага. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Продолжение следует...